Привет, друзья! Добрый Лазаревский день! Сегодня 6 января 2024 года. Вчера всех удивил ливень тропический, а сегодня, да даже ещё вчера, вчера во второй половине дня уже ярко светило солнце и было тепло. Лужи высохли, вчера ещё был прекрасный закат, ярко светило солнце, вот как сегодня. Видите, вот такое небо чистое с утра ещё, такое яркое, тёплое солнце. И вон на горизонте, вон там, вот оно, в пяти минутах ходьбы море. А я сейчас исполню обещанное. Я уже там некоторые подарки разложила, то есть сложила в пучку. Покажу. Вот тут вот, вот они здесь, на ёлочке. Машина будет проезжать и будет шумно, поэтому я балкон закрыла пока. Ну, начну с самого ближнего подарка и подарка в тему. Это вот такая ёлочная игрушка, а внутри мы с Серёжей. В прошлом году в Шираке снимались возле ёлки. Вот такой замечательный подарок. Смотрите, там бусики, они вот как, вот так вот здесь. И пёрышки, и чего только нет, и бантик, и красота вот такая. Бриллиантики блестят. И жемчуг. Этот подарок от Кристины, от младшей дочери Армине. Многие её сейчас знают, она вообще мастер на все руки. Что только она не делает. Она замечательно украсила ёлку, зал. Ну и раньше я вам показывала ёлку, а на ёлке ёлочные игрушки. Сейчас вставлю. Там практически, ну, наверное, 90% украшений этой ёлки сделаны волшебными ручками Кристины. Она кулинария. Ну и так далее. Ну вот такие игрушки и подобные ёлочные. Творят её ручки. Она также проводила мастер-класс. Оказывается, не так уж и сложно, особенно под руководством Кристины. Всему этому научиться. Вставлю мастер-класс, кому интересно. Специально для наших обучающих вычислить мастер-класс по обтяжке вашего шаров. Они будут выглядеть приблизительно. Да, я покажу. Как там там дети. Это ёлочки-игрушки, улыбочная работа. Смотрите, берём пенопластный шар диаметр 8 сантиметров. Делаем канцелярским ножом надвес. Приблизительно глубиной сантиметра, ну, полсантиметра сантиметра. По оси делаем надвес, тут линия такая есть специальная. По всей оси мы делаем вот такой вот надрезик. Берём ткань. Смотрите, приблизительно, ну, давайте белую возьмём. Это бактер, он тянется, вот так вот тянется, в 4 стороны, ой, ну, вот так вот, да, в 4 стороны. Приблизительно мы отрезаем вот, чтобы он обхватил шарик, вот так вот приблизительно, по 2 сантиметра, вот так вот ещё сбоку. Отступаем, квадрат режем. Я уже это делаю на глаз. Можно замерить по сантиметрам. Заблизительно, где-то 12 сантиметров. Если кто-то заинтересовался, у Кристины есть свой инстаграм. Я спрошу у неё и я напишу под видео её инстаграм. Так что, кому интересно, можете там посмотреть её творчество, её мастер-классы подробнее. И можно там сделать ей заказы. Можно и сборочку оставить сбоку, либо далее можно просто украсить по бокам лентой. Это я вам потом покажу. Вот. Отрезаем сборку острыми ножницами. И так же получается делается вторая сторона, да? Точно так же, да, делается вторая сторона. Но я вторую сторону уже не буду показывать, наверное. С двух сторон точно так же надеваем ткань. Вот, смотрите, как гладко, красиво. Очень красиво получается, конечно. И вот, смотрите, можно ещё делать вот так, двухцветные. Например, здесь у вас два цвета на ёлочке. Допустим, молочка и беленький. Вот такой вот шар получается. Красота, да? Издевается я, да. Крючочек украшается фигурами, которые я делаю сама. Фигуры тоже мастер-класс обязательно там сниму. Фигурки я делаю из жидкого пластика. Ранее я делала из выпекаемой полимерной глины, но это немножко сложновато. Вот, и быстрее льётся из жидкого пластика, быстрее просыхается. Всё, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Ну, тут тоже это мне на вечере моя подписчица подарила. Это символ нынешнего года, дракончик. Притом не просто фигура дракона, а в стиле гжели. У меня как раз гжель на кухне. Привезу домой, и он будет украшать мой гжелевый уголок на моей любимой кухне в квартире. Вот в такой коробочке я получила подарок от нашего бармена Аванесса. Меня особенно поразило, с какой любовью всё это сделано. С Новым годом жизнь продолжается. То есть, это поздравление не только мне, друзья, а моим всем подписчикам, подписчикам канала. Жизнь продолжается. Ну, я думаю, вы догадались, что здесь. И даже посылочек, смотрите. Эко аромасвечи и аромасаше. Так, сейчас открою, покажу. Смотрите, какая красота. Наверное, на свет лучше. Вот так, что ли? Да, вот так вот. Вот, смотрите, какая прелесть. Ой, а аромат какой! Ой! А это или в шкаф можно повесить, или можно в ванную повесить для аромата. Вот. Это был подарок от Овика, от нашего замечательного бармена. Все его знают. И сюда же я вставлю ещё из нашей общей группы фотографии его работы. Аванес своими руками творит вот такое чудо. Такие ароматы эксклюзивные и эко. Аромасвечи и аромасаше. Так как мне очень понравились ароматы, понравился этот оригинальный подарок, я, конечно, сделала такой же подарок лазаревской подруге. Это Аня. Мои давние подписчики её прекрасно знают. Кто хочет познакомиться поближе с Аней, она тоже моя подписчица. Она приехала сюда в Лазаревское. Одна из первых. Ещё два года назад, когда увидела мои ролики. Этой зимой она так же, как и мы, уже третью зиму здесь зимует. У Анечки день рождения. И вот такой подарок я приобрела специально для Анечки. Аванес оформил с любовью. Ну, так как накануне Нового года у Ани день рождения, то здесь, естественно, и новогодняя тематика, чудеса повсюду. И какой прекрасный бантик. Как оформлено здорово. Так, сейчас аккуратненько сниму этот бант. Так, вот. С днём рождения. Открыточка. Я переворачивать не буду, потому что это для Ани, как уже сказала. Но вот это обязательно прочитаем, потому что мне, когда Аванес начал рассказывать, что там и как, для чего это будет, я взмолилась. Аванес, я это ничего не запомню. Пожалуйста, мне напишите в WhatsApp. Ну, он, видимо, решил, что в WhatsApp это потом мне ещё Ане надо будет всё это передать. И он, смотрите, как таким прекрасным почерком написал для Ани. Что здесь? Итак, свеча император, пион. Пион символизирует удачу, процветание и любовь. Ассоциируется с богатством. Экопродукт, ручная работа. Так, свеча колба. Послание с моря. В набор входит песок и ракушки, которые засыпаются в колбу после сжигания свечи. То есть всё предусмотрено. Свеча сгорает и засыпается песок и ракушки. И колбочка по-прежнему остаётся красивой. Песок тут и ракушки, которые засыпаются после сжигания свечи. Это свеча. Вот такая свечечка. Смотрите, прелесть какая. Ой, какие ароматы! Невозможно передать. Так, это свеча колба. Послание с моря. И свеча император, пион. Эксклюзивно создана ручная работа. Смотрите. Друзья, я люблю дарить то, что мне самой бы очень и очень понравилось. Надеюсь, что Анечке тоже всё это понравится. Как связаться с Аванесом и сделать заказ? Я размещу его контакты под этим роликом в описании. Вот. Считайте, друзья, это реклама. Реклама от всей моей души. Следующий подарок. Очень трогательный. Но предыстория этого подарка такова. Хотя даже двух подарков. Нет, я, пожалуй, начну с другу вих. Как только мы приехали из Абхазии, я выстерла своими домашние такие ботики. Меховые, тёплые. И повесила вот сюда на сушилку 22 декабря. Вдруг разразился ураган. Шторм был ночью. Ну и всё. Короче, ураган унёс мои тапки. Чёрт те не знай куда. На следующий день мы с Серёжей пошли по обувным бутикам и магазинам смотреть мне тапки. Именно такие. Я всегда хочу именно то, что у меня уже было есть. Но не нашли. Зато, зато я нашла. И главное, они по последней паре. Вот такие ботиночки замечательные. Вот, глядите. Такие мягкие-мягкие на мои шишки. Спросите, сколько стоит? Сейчас покажу. Вот столько они стоят. Тысяча пятьсот восемьдесят. Это рядом со смешными ценами. Здесь на Победе есть магазин обувной. Вот. Короче, вот такие туфельки. Вот, друзья. Красоты неописуемые, так скажем. И под цвет к моей ветровке. К дождевику даже. Именно такие. Тёмно-бордовые. И, друзья, вот эти туфли. Я в них была как раз на Новый год. Ну и хожу каждый день, спускаюсь в кафе на обед. Именно в этих туфельках. Вот так они выглядят. Каблучочек. Как? Сейчас. Вот так можно лучше. Так как я в них ходила, не хочу на постель ставить. Вот так они смотрятся сбоку. И вот так сверху. Вот такие туфли. Замечательные. И тоже на моей шишке красота. Очень мягкие. Вот. Очень мягкие. И вот такие вот. И каблучок есть. Невысокий. И тоже они стоят 1580. То есть они стоили дороже, но так как последняя пара мне повезло. И с той, с последней парой, и с этой. Дальше. Пошли мы искать Серёжи джинсы. И нашли. Вернее, искали долго, никак не могли найти. Ему не нравится зауженные. Ему надо вот такие вот. Ну, они не широкие, но вот такие вот, чтобы не зауженные. Нашли вот такие джинсы. Вот они. Пусть с карманами, он сказал, мне хорошо в машине на дачу ездить. Карманов много. И на даче гулять. Пойдёт. И в конце концов, отчаявшись найти классические джинсы без вот таких накладных карманов, мы всё-таки их взяли. Серёжи, они очень хорошо. И пока он эти джинсы примерял, я заметила вот такую мужскую кофту. Или как она называется. Вот. Смотрите. Вот так. Мне единственное, что здесь не нравится, вот эта эмблема. Ну, ладно, чё ж. Она как-то так прям хорошо так вот тут вот-вот-вот всё пришито, что даже её вряд ли можно отпороть. Лучше не отпороть. Вот эти вот все нитки, они прям вот-вот-вот пришиты. Ну, ладно. А всё остальное, всё замечательно. Вот такие карманы. Смогу я одной рукой это сделать? Да, могу. Смотрите. Внутри подклад вот такой замечательный, тёплый. Вот это вот фирма. Я так понимаю, это не Китай, это Турция. Не шерсть, конечно, но котон, вискоза, ну и без акрила куда же. 20% акрила. И цвет какой как раз замечательный. Серёжа сначала даже мерить не хотел. Сказал, хватит мне джинсов, не надо мне. Я говорю, Серёжа, ты померь. Когда он прикинул, ему понравилось. Сказал, всё, берём. Взяли. Он уже в них форсил вот в этой кофте. Вот джинсы ещё не носил, а в кофте форсил. Заходим ещё в один магазин. Серёжа даже не хотел заходить. А я говорю, ну давай зайдём, может, очки купим. Мы взяли очки. Вот такие очки мои. Это Серёжа. Солнце яркое. И чтобы не шмуриться, не хмуриться, не прибавлять себе лишних морщин. Такие очки прикупили. И только заходим, и прямо вот перед нами, передо мной вот эти вот джинсы висят. Одни, последние, Серёжина размер, Серёжина модель. Вот такие джинсы. Ну и естественно, я уговорила его померить. Говорю, джинсы никогда лишними не бывают. И вот купили вот такие джинсы. Тоже замечательные. Мне цвет очень понравился. И действительно они вот, ну как, вот классика. Классика. Никаких лишних потертостей, никаких лишних карманов. И в то же время, смотрите, очень глубокие тут карманы. Ну тут, как обычно. Всё по классике. Ну и здесь уже телефоны у нас не такие, но ключики можно там и от машины тоже хранить. Вот такая красота. Так, теперь идём дальше. Серёжа говорит, ну раз мне столько подарков. А, да, я ещё вот это забыла. Ну это вот просто Серёжа купил, сам себе подарок сделал. Он любит вот такие вещи. незаменима, когда куда-то идёшь и тем более, когда на даче работаешь. И всегда вот здесь телефон хранишь и телефон всегда при тебе. Ну а когда здесь идём гулять, сюда и телефоны оба, у Серёжи два телефона. И вот тут и оба телефона у него умещаются, ну и денюжки, и карты, и всё, что нужно. Это мы уже в Бирюзе, в торговом центре Бирюза увидели. Я померила, Серёжа говорит. Ну что это? У меня есть верхняя одежда, ну то есть какой-то новой обновки много, а у тебя только обувь. Давай, мерь. Ну вот, я померила, такая красота, мне очень нравится. Ну вот такой ещё подарок мне получился. Вот такой вот джимферочек, 52 размер я взяла, он так вот не облегает, хорошо, и в то же время не висит балахоном, а по моей фигуре как раз 52 размер. Ну и длина тоже. Попку и живот прикрывает. Единственное, вот рукава длинноватые, но я никогда не ношу вот по запястью. Я всегда приподнимаю рукава и ношу как три четверти. Сейчас надевать не буду, во-первых, жарко очень. Я вам покажу как-нибудь увидеть ещё меня в этом наряде. Я в нём уже гуляла, прогулялась, но вот сфотографироваться я не догадалась. И ещё один подарок, связанный с тем, что ураган унёс мои тапочки. Мы спустились в кафе обедать, я уже не помню, или завтракать. И Арминэ спрашивает, как у вас дела, как вы пережили ураган. Ураган, говорю, нам нанёс урон, унёс мои любимые тапки с собой. Ну и всё, посмеялись, пошутили. А в это время внучка Арминэ, её зовут Анулечка, и даже я не заметила, что она прислушалась к этому нашему мимолётному разговору. Короче, на следующий день мы опять спускаемся на обед. Сели за стол, подходит Анулечка вот с этим друзья пакетом и говорит, вот вам новые тапочки, прикиньте. Вот, ну и тут Амалия, её мама это всё наблюдает со стороны, подходит и говорит. Полдня переживала, как же там тёть Галя без тапочек. Мама, давай купим, достала там свои накопленные деньги. Она повела маму в магазин, и вот на свои денюжки она купила для меня подарок, чтобы не мёрзли мои ножки. Вот такой подарок от Анулечки. Прикиньте, вот ребёнок, чудо-ребёнок. На следующий день пошли искать подарок Анули. Я думаю, ну что ей, ну что-нибудь такое прям, что мне самой понравится и покажется, что ей это тоже нужно. И в то же время не знаю, я ещё у Армине спрашивала, Армине говорю, пожалуйста, у неё всё есть, всё есть, не надо. И таки Армине нам не сказала, что ей подарить. Ну и пошли мы в Бирюзон. Узнали, где детский отдел. Но прежде я заглянула в фикс-прайс, там мимо фикс-прайса, я специально не хожу, но мимо фикс-прайса вряд ли кто-то проходит, да, равнодушно. Решили заглянуть в фикс-прайс. И вот, заглянули, пока мы там бродили, выходим из фикс-прайса, чтобы подняться на третий этаж, где нам сказали здесь детские товары. Серёжа говорит, а вон Ануля с мамой. Ой, я так обрадовалась, я говорю, Анулечка, а ты чего хочешь себе в подарок? Ну и естественно, мама её говорит, ничего она не хочет, не надо ей ничего. Я говорю, Анулечка, отвела её в сторонку и шепчусь с нею. Я говорю, давай-давай, идём с нами. Ты же, говорю, знаешь, где детский магазин? Она говорит, да, знаю, вон там тоже показано на третий этаж. Мама, конечно, там вовсю протестует. Я говорю, всё тихо. Ну и мы поднялись на третий этаж, и Ануля нас ведёт к подарку, к тому, что она сама хочет. На кассе расплачиваюсь, они там с Серёжей сзади меня стоят, и вот она там ликует. Ой, я давно мечтала, я давно мечтала об этой косметике. Ой, это так было приятно слушать, но это ещё не всё. И мы Анульку отвели с этим чемоданчиком к маме, вниз там на втором этаже, пошли дальше гулять. И вот мы гуляем вдоль моря, туда-сюда ходим. Армине мне присылает в WhatsApp ещё один подарок. Ну, вы знаете, так это приятно. Мы-то взрослые реагируем сдержанно, ну, благодарим, улыбаемся. А вот смотрите, как непосредственно ребёнок выражает своё счастье. от подарка. А нуля, а что это такое, Кианг? Это мне дядя Галя подарила детскую. Да? Дядь Серёжа? Это, наверное, ты показала, да, что ты хочешь? Да. Самую дорогую парфюмерию, да, ты выбрала? А? Да. Рада, Кианг? Да. А ты спасибо сказал, тётя Галя? Да. Ну-ка, скажи ещё разочек. Это прям настоящая. Аминь, давай тебе. А вот тётя Галя придёт, ты ей покрасишь губы? Да, тётя Галя? Настоящая. Настоящая, представляете? Я, мой господин. Ну, а это подарок для Милы. Я дома, перед тем, как мы собрались на зимовку, перерыла все свои книжные шкафы в квартире и на даче. И нашла, это самый первый мой сборник, той Миле, которой у нас золотые ручки вышивальщица. Она мне прислала шикарную вышивку роз. Специально вышила для того, чтобы я в своей квартире повесила над камином. Вот, какой подарок от моей подписчицы от Милочки. Мила, привет большой. Она уже в Лазаревском. Милочка, огромное спасибо, огромное, преогромное. Я у тебя в долгу. Она мне подарила свое творение, и я тоже от всей души свое творение. Плоды моих бессонных ночей, моей боли, моего счастья, моих переживаний. Мои стихи. Надеюсь, я ее встречу и обязательно ей вручу где-то, где-нибудь у моря или на улице на Лазаревской. Вот такой мой самый первый сборник, который называется «Осенние грезы». Больше таких нет, уже точно нет. Я даже до этого думала, что уже нет. Он еще издан в Димитровграде в 2005 году. Ой, как давно. А здесь у меня вот такие строчки, самые первые, познавшим горести и боль, хранящим веру и любовь, надежду на земное счастье в небе и долгого ненастья. Подругам, женщинам России, в ком нежность, неразлучность силой, живущим в радости, с печалью, вам эти строки посвящаю. Галина Беспалова. Галина Беспалова – это моя девичья фамилия, но и поэтический псевдоним. Ну, все. Кладу сумку и ношу с собой. Милочка, надеюсь, я тебя встречу. АПЛОДИСМЕНТЫ Несмотря на свой не очень молодой возраст, как поэт в нашем коллективе, я самая юная. И сегодня я предлагаю вашему вниманию несколько своих стихотворений. Мои стихи, цветы моей души, проросшие на горьком пепелище, рождаются нечаянно в ночи, пронзая рифмы, сонная затишье, как шепот листьев, как дождинок шум, как трепет вещих строн волшебных осень, из хаоса невнятных чувств и долг, сумятицы неулолимых мыслей, мечты весенних и осенних грез, улыбки светлых, потаренных слез, на актерном адвы глубинной боли, не по моей, скорее по Божьего, то ли скупляй, то ли плодя грехи, являются на свет мои стихи. Никому меня не отдавай. Я холодна, насквозь заиндивела, когда ты в зиму распахнул все двери, сам заморозил, сам отогревай, и никому меня не отдавай. Пусть восплецаю хватит, надоело, мне наша жизнь давно здачет тела, ты слушай молча и не возражай, но никому меня не отдавай. Когда молчу, обиду затая, шепчи, что любишь, только для меня в саду цветы осенние срывай, и никому меня не отдавай. Коль все ж решусь, устав от долгой боли, расправив крылья полететь на волю, держи и никуда не отпускай, и никому меня не отдавай. Я жизнь еще люблю. Проворотно кто-то спицами играет, петлю к петле умело подбирает, вывязывая лет моих рисунок, натягивает нити, словно струны, причудливый узор переплетаю, моток бесценный, каждодневно тает, все меньше, меньше жизненный клубок, почти готов судьбы мая платок, искусница, немного погоди, помедленнее спицами води, постой чуть-чуть, тебя не траплю, я землю грешную еще люблю. Спасибо. Продолжение следует...